Важаемые товарищи, добрый день. Я не буду рассказывать о том, как ловить грибников и дайверов, любителей. Мы поговорим о серьезных вещах и мы поговорим о том, как могут выглядеть системы защиты периметра и в целом системы безопасности, что нас ждет в течение 50 лет. Вот в таком формате. Договорились? Поработаем. А потом, если будут вопросы, мы постараемся на них ответить. Значит, на наш взгляд, два основных тренда. Презентацию можно запустить, пожалуйста? Два основных тренда. Первый тренд – это интеллектуализация технических средств охраны, как мы раньше думали. Но по факту мы смотрим на это шире. Мы называем это интеллектуализацией систем физической защиты. И второй тренд, с которым мы обязательно столкнемся, мы уже начинаем сейчас работать над этим направлением. Мы с корпорацией «Росатом» у нас одна из ценностей, это наш шаг впереди. Поэтому мы стараемся предвидеть будущее и уже сейчас вкладываться, инвестировать в те проекты, которые выстроят через несколько лет. Второй тренд – это системы активной защиты, которые за счет средств нелетального воздействия, они добавляют новое качество системы физической защиты. Системы, вообще, большинство систем, если вы перейдете на интерполитех, сейчас вы видите, они относятся к категории пассивных. Основное назначение которых заключается в фиксировании фактов или попыток проникновения на охраняемый объект или рубеж. А специфика системы активной защиты заключается, она вообще следует из самого названия, она заключается в активном воздействии на нарушителя. И с чего, собственно говоря, все это начиналось? Давайте посмотрим. А начиналось это все с известной формулы, вероятность пресечения, никто не обменял эту формулу, вероятность пресечения диверсионной туристической атаки на объект – это произведение трех вероятностей. Вероятность обнаружения, вероятность задержания барьерами и вероятность нейтрализации. И вот мы сегодня будем говорить в основном о том, как повысить вероятность и эффективность системы физической защиты объекта за счет актуализации внимания и работы по направлению третьему, которое выделено красным цветом. А что же есть сегодня? С чем мы можем уже работать? Что мы можем интегрировать в систему физической защиты, которую мы с вами создаем? Вот давайте посмотрим, что наработано уже сегодня. Вот такая вот классификация. Значит, естественно, электромагнитные средства, все вам знакомые. Дальше средства акустические уже есть. Есть всякие средства, ограничивающие подвижность, пенно-вяжущие комбинации и так далее. Есть дымогенерирующие устройства. Маэстро можно? Приблизительно они выглядят вот так вот. Да, вот пошел. Ну а тот хороший дымок такой, если сюда добавить мелодоранты и всевозможные другие присадочки, то эффект будет совершенно другой. То есть, в принципе, знакомые изделия многим из вас. Кто-то, может быть, их применяет уже в системах, при построении системы защиты объектов. Значит, естественно, это средства нелетального воздействия на основе электризуемых заграждений. Это всевозможные световые устройства, там, лазеры и так далее. Ну и никто не отменял, значит, огнестрельное оружие, оно активно применяется нашими странами, партнерами, как это сейчас говорят, так, при охране, в том числе и государственные границы с их стороны. Ну и кинетическое оружие. Это магнитный импульс, наметательное устройство. Оружие, основанное на новом физическом принципе, которое сейчас закладывается в средства нелетального воздействия. Что касается средств защиты акватории, я же не в шутку сказал, что мы будем говорить сегодня и про морскую тематику, да, и не про дайверов-любителей, а про профессиональных подводных диверсионных сил и средств, как им противодействие. Так вот, состояние по средствам обнаружения подводных пловцов, оно намного хуже, чем по средствам защиты периметра, так, а средств активного воздействия вообще еще меньше, их практически нет. А какие есть? Значит, ну есть, естественно, взрывные устройства, это наша классика, это устройства на основе электрогидравлического эффекта. Ну, это акустические средства, можете их увидеть на нашем стенде совместно с NEATOL, нашу разработку. Ну и акустические устройства, световые устройства, никто их тоже не отменял, и подводные электризумии барьера. Вот это то, что есть, то, что может промышленность выдать в течение некоторого времени. Мы же говорим про Safe Future Security, мы смотрим в будущее, вот в будущее в течение пяти лет. А вот дальше уже самое интересное начинается. Значит, вообще, как мы пришли к этому направлению? У нас есть замечательный быстрозвертывающий комплекс технических средств охраны, который состоит из инженерных заграждений, там, системы видеонаблюдения, системы передачи информации по радиоканалу. И когда заказчик поставил задачу усилить тот или иной объект, то усиление этого объекта с точки зрения вероятности пресечения диверсионной туристической атаки, мы видим в усилении именно составляющей, которые третьим мы с вами видели, да, активного нелетального воздействия на нарушителей. Мы начали думать о том, как же повысить эффективность этой системы, и решили добавить сюда систему нелетального электрошокового воздействия, причем не простую, а адаптивную. Адаптивную что значит? Адаптивную значит то, что если у вас есть инженерное заграждение быстро развертое, это хорошо. А если его нет, если есть только опоры, а если и опор нет, а нужно защитить объект. То есть изделие, почему адаптивное, потому что оно позволяет вложить электризуемый элемент на неподготовленную поверхность, даже на грунт, на дерево. Опоры, если есть, вообще замечательно. Вот изделие, у нас называется Дикобраз, система активной защиты Дикобраз, это на основе средств нелетального воздействия с применением системы электризации. Значит, система еще, преимущество или там особенность заключается в том, что само электризуемое заграждение является средством обнаружения. Естественно, вы можете комплексировать любые датчики. По датчику переводить средства нелетального воздействия в боевое состояние. Это все комбинации, которые позволят конфигуратору будущей системы физической защиты разные варианты ее построения. Естественно, система автономного электропитания. Они тоже со временем займут свою нишу. И мы сейчас, совместно с рядом компанией на нашем стенде ядерно-оружейного комплекса, госкорпорации Росатом, представляем некоторые решения. За этим будущее и добавляя сюда элементы интеллектуализации, элементы систем автономного электропитания и комплексируя это средствами активной защиты, мы можем значительно повысить эффективность системы в целом. Как это может выглядеть? Давайте посмотрим такой короткий ролик, который продемонстрирует нам работу системы в целом со всеми теми пунктами, о которых мы говорили. Смотрим. Идет разворачивание системы инженерных заграждений, навешиваем на нее средства обнаружения, средства видеонаблюдения, систему передачи информации по радиоканалу, систему автономного питания. И все это быстро развертый в АЕМОЕ. Дальше добавляем систему нелетального воздействия, которая также устанавливается мобильно-оперативно неподготовленными специалистами на имеющиеся опоры или полотно с ограждением. Ну вот и попытка преодоления срабатывает выносные средства обнаружения, маскируемые в грудь, о которых профессор Звежинский только что рассказывал. Переводится система в боевой режим и уже оказывает нелетальное воздействие на нарушителя. Причем почему система называется интеллектуальной и адаптивной? Потому что в зависимости от текущей ситуации система может быть и нелетальной, а может быть и летальной. Такую возможность, учитывая специфику нашего времени, мы должны дать заказчику, и мы ее даем. Вот что касается систем активной защиты по суше. Но морскую тематику, еще раз говорю, никто не отменял. И я должен отметить тот факт, что мы начали обращать все больше внимания на систему защиты объектов от проникновения и вообще воздействия борьбы с подводными диверсионными силами средств защиты объектов и меньше выход к акваториям. И, соответственно, несколько компаний предложили решение, которое мы назвали комплект технических средств защиты акватории объектов из состава более большого комплекса управления службой войск и безопасности военной службы. Имело отношение к разработке этого комплекса как заказчики. Работа в инициативном порядке проводилась. И вот тут есть отдельное направление средства защиты акватории. И в качестве средств, естественно, используется гидроакустика от Оловска известная, да? Но она особенная. Смотрите, есть и активные средства, и пассивные средства. Кто понимает по гидроакустике, он поймет, что гидроакустика на малых глубинах, она не работает, 3 метра. Почему профессор Звежинский говорил о магнитометрических средствах? Потому что на 3 метрах никакая гидроакустика не будет работать. И нужна замена. И вот только магнитометрические средства или принцип, положенный в основу изделия, который называется Нептун, он может взять нарушителей подводных пловцов, идущих на 3 метрах, где не будет работать гидроакустика. Естественно, вся система, она построена и с точки зрения защиты физической. Физические барьеры здесь представлены в виде боносетевого заграждения, который препятствует проникновению на объект. Почему? Если это дайвер, да, мы не будем говорить о дайверах, подготовленный пловец или группа пловцов, понятно, его остановят средства нелетального воздействия, акустическая мушка. А что делать, если это роботизированный, скажем так, комплекс, беспилотный, подводный, управляемый, неуправляемый аппарат? Что тогда делать? Никакая гидроакустика его не остановит, имеется в виду средство поражения, правильно? Или гидробион, что тогда делать? Мы не можем этого допустить, поэтому мы включили сюда не только средства нелетального воздействия на нарушителей, на биообъекты, скажу это так, это будет правильно, но включили еще барьер в виде боносетевого заграждения. Как это все выглядит? А выглядит достаточно просто. Боносетевое заграждение Волга имеет барьер снизу-сверху, снизу в виде сети кольчужного плетения, а сверху обычный классический барьер. Трампа наряда, два пона. И вот дальше мы пошли по пути интеллектуализации. Мы уже с вами говорили, для чего она нужна. Интеллектуализировать можно изделие как вообще с нуля, создавая, вкладывая искусственный интеллект. Об этом мы вот там поговорим сегодня, на той сцене. А можно добавить интеллекта в уже готовые изделия, как получилось с Волгой. Даже по Волге мы его интеллектуализировали, добавив вместо кольчужной сети сеть, при воздействии на которой вызывает сигнал тревоги и включается средство поражения, или средство нелетального воздействия. И все это работает как единая система. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы это увидим в ролике. Значит, естественно, все это в железе было воплощено и получило уже положительную обратную связь. Есть над чем работать. Вот то, о чем мы с вами говорили. Помните, когда рассматривали классификацию? Средство нелетального воздействия, акустическое. Вот оно выглядит так, но можно посмотреть на нашем стенде. А теперь я предлагаю посмотреть короткий ролик о том, как работает вся система. Я попробую, есть еще несколько минут у меня, попробую озвучить голосом. Две минуты, три минуты дает. Модератор, я попробую уложиться. Значит, один из объектов, который находится в городе Герой Севастополя, предположим, он находится там. Значит, нарушитель, идущий на катере. Соответственно, он обнаруживается, его задача проникнуть на охраняемый объект. Объект защищается как верхней полусферы, так и нижней полусферы с применением средств нелетального воздействия. Как это может работать в ближайшее время? Давайте посмотрим. Значит, верхняя полусфера у нас перекрывается, понятно, чем. А вот физический барьер, ну, например, боносетевым заграждением Волга. Попробуем под воду сейчас заглянуть, посмотреть. Вот так выглядит гидроакустическое средство обнаружения. Она имеет зону 180 градусов. Вы можете, добавив гидроакустический модуль, сформировать зону в 360 градусов. Все зависит от вас. Соответственно, средство обнаружения зоны выглядит следующим образом. Но помимо зонального средства, мы должны еще заложить рубежные средства. Это те выносные, превентивные рубежи, о которых сейчас начали говорить и обращать на это внимание. Формирующие выносную зону, которая позволит быстро, оперативно среагировать на приближение к охраневому объекту заказчика для возможности принятия решения. С использованием, например, аппаратов поддержки принятия решения. Соответственно, вы видите, зона сформирована зональными гидроакустическими средствами. Ну и мы сейчас с вами посмотрим, как же будем воздействовать на нарушителя. Вот такой вот модуль, он устанавливается также под водой, и он по сигналу от первого средства переводится сначала в режим предупреждения акустического ствола, впереди охраняемая зона там на всех языках. А при приближении к охраняемому объекту уже на более короткое расстояние переводится в боевой режим. Может переводиться вручную. Соответственно, вся система выглядит приблизительно следующим образом. Верхняя полусфера. По верхней полусфере это миллиметровый и сантиметровый диапазон радиолокационной станции. Да, вот подсказывает одна минута, я все-таки, мы увидим, наверное, интересно же посмотреть, проникнет нарушитель на объект или нет. Как вы думаете, удастся ему преодолеть? Мы тут накрутили, навертели с вами три рубежа, да? Давайте посмотрим, все-таки полторы минуты я прошу. Посмотрим, удастся ему или не удастся. Значит, а нарушитель-то подготовленный, он, естественно, высадит группу заранее, да она еще на следствах доставки подводных пловцов. Правильно? То есть, задача-то нетривиальная, я же говорю, гребняков и дайверов ловить не будем. Решаем вопросы серьезные. Соответственно, по верхней полусфере радиолокационные системы комплексированы с двухспектральными системами видеонаблюдения. Они работают в парке, как одна система, дополняют друг друга в условиях разной видимости и так далее. Вот вся система видит сверху. Все это сводится и уже сейчас реализовано на базе российского программного обеспечения под управлением российской операционной системы Астролинокс. Этого вы можете увидеть уже у нас на стенде. Естественно, мобильные лаборатории позволяют организовать такие рубежи в любом объекте, где это требуется. Теперь смотрим, нарушитель, проникнет он или не проникнет на храняемый объект. Вот в чем вопрос, как говорили. Значит, вот он попал в зону обнаружения РЛС, миллиметровый или сантиметровый диапазон, и все, он отслеживается. Трек его ведется, дальше есть, включается таймер, и мы принимаем решение. Но автоматика интеллектуальная уже делает за нас всю эту работу. В чем работа заключается? Двухспектральная система видеонаблюдения поворачивается. Мы видим в двухспектрах нарушитель, он высаживает подводного пловца. Подводный пловец обнаруживается амулетом Р рубежным. Средство поражения переводится в режим предупреждения, стой, впереди охраняемый объект и пошел на всех языках. Дальше мы отслеживаем нарушителем попадать в зону действия гидроакустического средства зонального, так, и переводится уже в режим поражения. Но если это все-таки не пловец, не биообъект, а роботизированная система, мы его останавливаем за счет чего? Правильно, мы его останавливаем за счет бонусетевых заграждений. Таким образом, мы реализуем то, о чем мы говорили в самом начале. Невероятность пресечения атаки – это произведение трех вероятностей. Обнаружение, задержание и поражение. Спасибо за внимание, товарищи. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо большое.